Добрый день! Ежедневно сотни людей задаются вопросом, чем же смазать дверной замок. Большая часть из них хочет решить какую-то проблему в своей системе запирания. Некоторые продлить срок службы замка. Причина не одна. В этом видеоролике мы узнаем действительно необходимо замкам смазка, что можно использовать в качестве смазочного материала и как его правильно наносить. Начнем с того, что все современные замки, выпущенные с завода, не нуждаются в смазке. Скажу вам больше, смазка замка и его механизм секретности это условия потери гарантии. Подчеркну еще раз, что данное заключение верно для всех современных замков, выпущенных с конвейера серийно. Речь не идет о реечных полусамодельных замках и о тех запирающих устройствах, которые были выпущены, например, в местах не столь отдаленных. Хотя в целом в большинстве случаев утверждение справедливо и для них в том числе. Необходимость смазки в том или ином механизме. И здесь я уже говорю не только о замках, а вообще в целом. Так вот, необходимость смазки закладывается на стадии проектирования деталей и узлов. Например, смазка в дверных петлях необходима, а также в большинстве шаровых соединений. В своих видеороликах я несколько раз рассказывал, да наверняка еще и расскажу. О замках советского времени. Часто мне такие попадаются на старых сейфах. Так вот, в тех замках смазка чаще всего закладывалась производителем. Да и в процессе эксплуатации в некоторых случаях добавление смазки допустимо. Почему? Потому что допуски и посадки огромные. Грубо говоря, детали в узлах механизма секретности болтаются при работе. И при этом еще часто бывают, они еще и нагружены приличным усилием. Так вот, в тех замках для того, чтобы снизить силы трения, и одновременно компенсировать погрешности изготовления, смазка может быть уместна. Все современные замки промышленного производства и их детали, даже если брать дешевый Китай, выполнены с точностью до сотых долей миллиметра. Смазка здесь не то, что не закладывается производителем, не то, что не уместно. Она вредна и не нужна. При этом повторюсь, что обнаружение смазки в механизме замка является причиной снятия изделия с гарантии. Во многих замках производитель это даже указывает в паспорте. Ну, кто же читает эти скучные бестолковые инструкции. В качестве примера хочу вам показать несколько замков промышленного производства. Чтобы было интересно, я вот принес сейфовый блокиратор. Можете обратить внимание, что смазки нигде нет. Таким он проектировался на заводе. При этом замок работает очень мягко. Буквально двумя пальцами. Ну, это импортный производитель, импортный замок. Что же ты назад-то не идешь? В качестве примера я принес и китайский, так называемый, почтовый замок. Самый примитивный. Розничная стоимость 50 рублей. Это был пример сувольдного замка, а этот цилиндрового. Обратите внимание, сердечник цилиндры и кодовые элементы. Нигде смазки нет. Ни жидкой, ни густой. Так а почему вредна смазка? Что происходит с замком, который смазывают? Почему смазка, которая всю жизнь несла благо в массы народа, вдруг теперь стала вредна? Рассказываю. Попадая механизм замка, смазка ложится на кодовые элементы. Некоторое время после добавления смазки действительно вы можете ощутить эффект, которого ожидали. Но спустя непродолжительное время смазка загустевает. Пыль из окружающей среды прилипает к смазке. Помимо этого в механизм грязь с завидной регулярностью вы заносите сами, вставляя ключ в замок. Ведь этот ключ у вас валялся в сумках и в карманах. Я не говорю о лепешках грязи. Речь веду о микрочастицах, которые со временем накапливаются как раз в эти самые лепешки. Для многих механизм секретности достаточно песчинки, чтобы он перестал работать корректно. Представляете, да, что происходит с замком, если в него добавляют смазку? Более того, на добавленную вами смазку налипают и микрочастицы металла. Думаю, ни для кого не секрет, что при повороте ключа в замке, как с ключа, так и с кодовых элементов стираются микрочастицы металла. Во многих замках для естественного складирования этих металлических частиц предусмотрены места. В сувальдном замке это целая ниша под механизмом секретности. В цилиндровых замках бывают пыльники, каналы и прочее. Так вот, после смазки все это будет прилипать к кодовым элементам. Спустя некоторое время смазка загустеет, образуя вязкую грязную субстанцию. Далее может быть несколько сценариев развития. Либо кодовые элементы начнут слипаться между собой, что часто бывает в сувальдных замках. Сувальдные замки, как правило, расстояние между ними очень маленькое. Кодовые элементы сувальды часто контактируют в сувальдных замках. Так вот, после смазки через некоторое время эти сувальды часто слипаются друг с другом и тащат при повороте ключа одна сувальда, тащит другую. Соответственно, кодовый паз нужной формы не выставляет, замок клинит. А бывает и так, что загустевшая смазка вместе с грязью встает на пути хода кодовых элементов и тупо мешает им нормальному движению. Добавление смазки в механизмы замков пользователи пытаются решить некоторые задачи. То есть, когда вы решили добавить смазку в замок, у вас же стояли какие-то цели. Так вот, давайте о них сейчас и поговорим. Первая и самая, простите, глупая задача для профилактики. Некоторые любят пшикнуть замок ВДшкой или того еще хуже добавить густую смазку типа солидола. Благие намерения в этом случае продлить срок службы замку выливается в прямо противоположный эффект. Смазанный замок прослужит меньше положенного ему срока, а в процессе эксплуатации еще и геморрой вам добавит. Вспомнил относительно свежий случай был вызов на сейф с электронным замком, который после длительной эксплуатации, по словам клиента, почему-то перестал работать. Приезжая, сейф открыт, рядом с дверкой сейфа лужа непонятной слизи, а в комнате царит вонь его величества ВД-40. Пробую открыть замок, слышу тугую работу электромотора, при этом питания поступает достаточно. Выясняется, на задней стороне дверки сейфа есть несколько технологических отверстий, которые вырубаются на стадии изготовления. Владелец думал, что эти отверстия для смазки замка и с некоторой периодичностью заливал туда в ВД-шку. ВД-шка попадала прямо в электромотор. Почему мотор не сгорел и продолжал работать, вообще непонятно. Но продолжение истории в том, что со временем ВД-шка тупо загустела и создавала дополнительное сопротивление. Я много в жизни видел тупости, связанных с замками, но подобное встретил впервые. Владельцу говорю, вот зачем? Там же электромотор. Вы же розетки не смазываете, я думаю. Он, я думал, я думал, чтоб дольше служило. В общем, прополоскал я мотор в банке с растворителем, прослушил и всё работало как следует. Не вздумайте использовать смазку на новых замках. Если даже вам посоветовали это сделать, знайте, что совет этот дебильный, а советчик некомпетентен. Вторая причина, по которой народ использует смазку на замках, чтобы не замерзли. Не знаю, что там за ворожина бегает по гаражным кооперативам и внушает мужикам, что перед зимой замок нужно смазать, чтобы он не замерз. С наступлением первых морозов наша служба аварийного вскрытия замков начинает ездить по гаражам. Если в период наступления зимы нам звонят на рабочие телефоны и говорят о том, что не открывается гаражный замок, первый вопрос с нашей страны. Вы замок-то смазывали накануне? И здесь, кстати, достаточно одного месяца, чтобы смазка под действием агрессивных уличных средств засралась и потом сгустела на морозе. Чтобы замок не замерз зимой, нужно соблюсти три условия. Во-первых, замок должен быть рассчитан на работу в агрессивной уличной среде. Далеко не каждый замок может эксплуатироваться на улице. Во-вторых, внутри замка должна соблюдаться полная чистота механизма. Если ваш замок простоял какое-то время, он накопил грязь перед зимой, ему ее надо вычистить, а не смазать. И в-третьих, нужно исключить попадание внутри замка влаги и образование внутри конденсата. Самая распространенная причина использования смазки в замках, это их некорректная работа. Каждому механизму есть свой срок службы, ресурс работы, заложенный производителем. Если ваш замок стал заедать и закусывать по причине естественного износа, вы не вернете ему первозданный вид добавления смазки. Изношенные детали не вырастут в недостающих местах, если вы зальете туда смазку. Хочу показать на примере сувальдного замка с прозрачной крышкой. Спустя некоторое время эксплуатации, там где ключ взаимодействует с замком, например, базируется он по замочной скважине. В данном случае у меня пластиковая, у производителя она металлическая. Вот когда пластиковая крышка немного сотрется, абразивный износ присутствует всегда, то вот эта вот стойка кодовая, которая проверяет высоты нарезки секрета, то есть, которая проверяет, набран правильно код или не набран, неправильно набран, вот эта вот стойка, она начнет упираться в кодовые элементы. Вот если я сейчас искусственно ключ как-нибудь поднажму, можете обратить внимание. У меня крышка выполнена с погрешностью с небольшой. Зазор между стойкой и кодовыми выступами в кодовом пазу в данном случае всего 0,3 мм. Вот когда появится износ на высотах секрета, на рабочий закрайний сувальд и в на крышке, который базируется, вот эта вот стойка, она будет затирать окодовые элементы через какое-то время. К сожалению, ситуацию можно в этом случае заменить лишь заменой замка. Если вы туда добавите смазки в механизм, действительно он попадет туда куда нужно, попадет на стойку и на окодовые элементы. Если смазка сразу отработкой не испачкается и не застопорит замок, то действительно на какой-то период времени это сможет вам почувствовать положительный эффект. Она уменьшит силу трения между деталями, из-за которых возникает закусывание, которые упираются друг к другу при работе замка. Но это создаст иллюзию безопасности, что все хорошо, замок вылечился и с выяснением проблемы можно повременить. Опираясь на опыт, поверьте, этот эффект не долгосрочный и в ближайшее время ждите полного заклинивания механизма, с последующим вызовом служб аварийного вскрытия замков. Мы поможем, но не бесплатно. В большом проценте случаев некорректная работа замка связана с его некорректной установкой. Некорректная установка может наблюдаться везде, как на старых дверях, так и на на той двери, которую вам только что поставили. К сожалению, некомпетентность в нашей области море. Как вы уже, наверное, поняли, добавление смазки в замок не только не исправит некорректную установку, но в большинстве случаев через некоторое время только усугубит ситуацию. Помню, был в моей практике лет 10 назад интересный случай, связанный со смазкой замка зажигания. В магазин вырывается человек и говорит, продай смазку. Ключ в замке через раз поворачивается и показывает этот самый ключ. Я гляжу, он весь в хлам истертый. На нем видны следы сильнейшего износа. Спрашиваю, что за автомобиль, какая марка, код выпуска. Оказывается, что автомобилю и, соответственно, замку зажигания ключу около 20 лет. Я ему говорю, у тебя замок под замену. И начинаю ему объяснять, что смазка для замков не существует, а в его случае, скорее всего, усугубит ситуацию. Он ничего слышать не хочет, узнает, что ВДшка у нас не продается и уходит в отдел автохимии. Минут через 20 возвращается. Вообще лицо бледное. Говорит, запинаясь. Говорит, ВДшку залил, подождал и все. Ключ встал. Не могу завести автомобиль. Говорит, полчаса мутузил его, не могу завести автомобиль. Что делать? А произошло у него следующее. Кодовые элементы у него в старом замке за долгие годы использования были сильно загажены всем подряд. Автомобильные замки это одни из самых грязных замков. Потому что автомобильные ключи валяются где ни по пути. И в лужи падают, и в грязь. И все это заносится, соответственно, в замок. Грязь и отработка в его замке удерживали кодовые элементы в некоторых положениях, ограничивая их движение. Когда в замок был добавлен растворитель ВД-40, грязь и отработка разъелась. Кодовые элементы, нагруженные усилием пружинок в своих каналах, выскочили из своей западни. А сильно изношенный ключ тупо не мог выставить их в нужное положение. Короче, не брызгав туда ВД-40, до назначенного места он может быть и доехал бы. А тут обломался. Ситуация человека в том случае усугубилась еще и тем, что в нашем городе он был приездом. Вернее, он был проездом. На следующий день ему нужно было в другом городе быть. А сейчас вечер воскресенья и он стоит у автомобиля у торгового центра и не может доехать даже до гостиницы. В общем замок тогда я и мой старший коллега сняли, половину ночи разбирали его. Вычистили полностью грязь и изготовили новый ключ, который бы корректно там работал. В понедельник утром мы расстались с этим человеком. Ну, в том плане, что он благополучно уехал. Выводы. На основании всего вышесказанного, опираясь на свой личный многолетний опыт, подытоживаю. В абсолютном большинстве случаев смазывать замки нельзя. Это не только не решит ваши проблемы, но и создаст новые. И раз в раз, не перестаю повторять, если ваш замок или система запирания на двери некорректно работают, вы не пробуйте решить проблему самостоятельно. Проконсультируйтесь у специалиста. Тема замков и дверей это глубокая тема. И если вы умеете что-то ремонтировать, автомобили, стиральные машины, это не значит, что вы разбираетесь в замках. Вы можете получить консультацию в том числе и у нас на форуме. Ссылка видно на экране, а также я ее продублирую под описанием видео. По наводящим вопросам специалист в состоянии выяснить причины вашей проблемы и подсказать точные пути их решения. Ну вот и все, что я хотел сегодня сказать. Подписывайтесь на канал, если хотите получать рассылку о новых полезных видеосюжетах по ключам, замкам и дверям. Ставьте лайки, если это видео оказалось для вас полезным. Для новых встреч!